Я руководитель эзотерийской школы Кайлас. Хочу сказать, что данная трансляция сейчас идет одновременно на моем сайте duiko.guru, а также на сайте Facebook, на моей странице. Итак, сегодня я постараюсь ответить на все ваши вопросы, которые вы задаете. Возможно, у вас будут вопросы, которые не только связаны с тем, когда вы встретите любимого человека. Возможно, сегодняшняя тема была посвящена тому, как справляться с собой и своими эмоциями. Конечно же, я дам ряд эзотерических советов. Ну и, конечно же, будет, возможно, если это нужно, ряд предсказаний, так как я являюсь человеком, который может предсказывать какие-либо события. Итак, начнем. Сейчас я посмотрю. Слышно, видно. Раз-раз. О, слышно. Итак, Ирина Пизнари. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Анджелина, 9659, Мелком. Добрый вечер, Андрей Андрис. Добрый вечер всем присутствует. Виолетта. Скажите, пожалуйста, работаю в больнице. Встречу ли я своего будущего мужа в больнице? Нет, больницы не встретят. Будет ли он медиком? Нет, не будет. Оля, скажите, пожалуйста, вот что со мной не так? Мне 50 лет, ни семьи, ни работы. Вроде не хуже других. Я общительная, образованная. Как мне быть? Что со мной не так? Очень хочу, чтобы жизнь наладилась. Приходите завтра на мой вебинар, который называется Сангая 78. Там я обещаю провести ряд обрядов, которые помогут вам в дальнейшем выйти и замуж, и найти любимого человека, и найти семью. Очень часто люди не могут дать себе ответ на такой вопрос, и этот вопрос, он звучит так. Знаете, есть люди, которые между собой, вообще человек это существо, которое не имеет обычно четкой инструкции к эксплуатации. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что не можем найти объяснение, почему нам везет, почему мы не можем выйти замуж, почему мы болеем, почему страшно выходить на улицу, откуда берутся панические атаки. Вообще, как устроен человек? Если какая-либо, как сказал в свое время в фильме «Приключения электроника» Караченцеву, его шеф, он сказал, «Ури, ищи у мальчика кнопку». Так вот, где же наша кнопка, которую можно нажать, чтобы человек стал счастливым? Вот смотрите, давайте объективно отделимся от того мира, в котором мы находимся, объективно, без обвинений, и рассмотрим просто человека обычного, гомосапиенса, вообще в социуме, который не связан с тем, где он живет, какие события происходят и так далее. То есть создадим некую такую математическую модель человека, обособленную модель, то есть в этой модели будет находиться человек, физическая модель, у него будет его чувство, он эти чувства ощущает. Какие это чувства? Ну, это чувства, когда он видит глазами, когда он прикасается руками, когда он там ест, и чувства, которые возникают у него сенситивные и вербальные. Но есть чувства, которые возникают путем сублимирования этих знаний, то есть соединения этих чувств, создают у него эмоции. И второе, это тот мир, в котором проживает человек. Так вот, данный человек начинает развиваться. Сейчас я объясню, зачем я это все рассказываю вам. Данный человек начинает развиваться. Как сказано или как написано в Библии, Бог создал человека с одной лишь задачей, для того, чтобы человек испытывал экстаз, или испытывал удовольствие от того, что каждый день он проживает свою жизнь, почему? Потому что человек создан по образу и подобию, и единственная задача, зачем Бог создавал эту вселенную, или этот свет, или людей, это возможность получать удовольствие от того, что человек в жизни получает удовольствие. Но для чего человеку удовольствие? Для чего человеку чувства? Можно условно объяснить это следующим образом, что человек, который проживает в нашей жизни, может осознанно выбирать только два чувства. Это либо радость, либо страдание. Так вот мы и живем, выбирая осознанно для себя радость и страдание. Но тогда получаются небольшие такие нюансы, которые не совсем понятны. Вот допустим, есть человек бедный, он живет, он там покушал, много работает, зарабатывает, его жизнь тяжелая, он живет в нищете, ему нечего одевать и так далее. Но потом человек стал богатым. Этот человек переехал в большую дом, квартиру, дворец, у него появились картины, он начал, ну с этого момента начинаем поподробнее. Скажите, если у человека, который живет в обычном общежитии, не было картины, он не хотел эти картины, почему, когда он переезжает в дворец, ему хочется картины? С чем это связано? То есть условно можно сказать, что рост эстетизма, рост получения радости и рост получения экстаза или удовольствия, или по новому сленгу, который среди людей присутствует, называется получение кайфа, как сказал Александр Полиенко, слезавший, кстати, часть моих лекций. Ну, молодец, поздравляю. Когда человек начинает получать удовольствие и расширяет это удовольствие, то для чего ему это нужно? Вот смотрите, допустим, в коммуникации. Пришел человек к кому-либо домой, и он угрюмый сел, ни с кем не разговаривает, он ничего не хочет. Скажите, с ним хочется общаться, на него хочется смотреть? Нет. А что не хватает этому человеку? Дело в том, что люди так устроены, что у одних людей ничего не получается, у других людей все получается. Есть определенная кнопка, которая способна запустить это все. Это определенная кнопка, о ней я расскажу сейчас в двух словах. Люди думают, что состояние счастья и состояние радости, которое они могут транслировать в окружающий мир, допустим, человек один пришел радостный, смеющийся, общается с людьми, и с ним хочется разговаривать. У него налажена коммуникация. А второй пришел несчастный, расстроенный, угрюмый, ни с кем разговаривать не хочет. Дело в том, что и в первом, и во втором случае человек должен знать, что мы живем по принципу, как сказал Будда, сосуда. То есть в сосуд можем что-либо наливать и что-либо отдавать. В случае, если человек... Человек может в свой сосуд наливать только жизнь. И она может формироваться от его эмоций, плохих эмоций и хороших. Чем отличаются люди во дворце от людей, которые живут обычной, ну и бедной жизнью? Дело в том, что чем ниже человек находится в условно-социальной лестнице, тем меньше эстетизма и меньше радости он получает. Его жизнь... Вы знаете, я знаю таких людей, которые... Вся их жизнь, она сводится к тому, что они не могут получать удовольствие. Их удовольствие сводится к тому, что они могут выпить или принять наркотик. Они могут кушать, не ощущая даже вкуса пищи. Им все равно, с чего кушать. Для них важно четыре элемента их выживания. Им необходим секс, им необходима пища, им необходим сон, им необходимо тепло. Ну, возможно, работа. У таких людей могут быть... Это люди, они похожи на обычных животных. Им все равно, таким людям... Я их не обвиняю. Таким людям все равно хотят... Им все равно, висят ли картины, чисто или грязно. Они живут и, может быть, задача их даже вполне благонадежная или хорошая, но их больше ничего не интересует. Их не интересует, видят они небо или нет, что стоит в их квартире, есть что-то или нет. Их интересует, возможно, там, спокойствие, возможно, у них есть эгоизм и так далее. То есть, человек сужает возможности и свои потребности, вернее, человек сужает возможности получения удовольствия от жизни до четырех компонентов. То есть, человеку важно... Он может получать удовольствие от еды. И здесь вмешивается Дуйко, который провел семинар, который называется «Инсулино-резистентность», где сказал, много кушать плохо, иногда необходимо голодать. И человек, который должен накапливать энергию радости и эстетизма для дальнейшей коммуникации с окружающим миром, он еще и отнимает у себя такую радость, которая должна накопиться и которая должна в дальнейшем проявляться. И человек не доспал, человек не доел, у него нет интимных отношений, он не получает радость, а все время напряжен или обучается, или смотрит там телевизоры, война и так далее. И этот человек сталкивается с тем, что у него появляются панические атаки и депрессивные эпизоды, нервные состояния, он боится выходить на улицу, возникают страхи. Что необходимо сделать человеку? Прежде всего, люди должны понять, что будучи вот таким грубо существом, которое не хочет получать удовольствие от того, что... Я не говорю получать удовольствие, видеть. Видеть то, что показывают глаза. Допустим, человек может встать и пойти, а может увидеть того, кто рядом с ним находится. Увидеть, где он находится. Увидеть, во что он одет. Увидеть дерево. Увидеть пищу. Увидеть тарелку, из которой он есть. Приукрасить. Себя сделать красивее. Одеться, возможно, более наряднее. Повесить картину или начать заниматься живописью. Слышать музыку. Получать эстетическое удовольствие. Возможно, отчтение чего-либо. Начать приукрашивать свою жизнь не сразу чем-то таким глобальным, гениальным, картинами живописи старинных голландских мастеров. На это и денег не хватит, и возможностей. Но, знаете, о чем я говорю? Начать чувствовать, что ты живешь. Начать видеть, что ты живешь. И хоть немножко от этого наслаждаться. Хоть чуть-чуть понимать, что жизнь — это не только поесть, поспать и с кем-то переспать. И не только зарабатывать. А жизнь, она связана еще и с тем, что ты живешь. И в ней есть компоненты. Эти компоненты и есть то масло, то топливо, и тот бензин, который способен накопиться. И этот бензин, он может создавать возможности, при котором человек выйдет и будет улыбаться. Захочет с кем-то коммуницировать. Его чувство изменится, он станет более ярким. Знаете, как люди? Вот, допустим, как люди еще сильнее опускаются к безденежью. Вот человек говорит, я голодаю, я не досыпаю. Секс это сложно, надо с кем-то встречаться. Сейчас есть сайты такие, там можно посмотреть и решить свои задачи. И появляется у человека пустота. То есть человек сталкивается с тем, что ему страшно выходить на улицу. Он ни с кем не хочет общаться. Он ничего не хочет делать. Почему? Он не видит в жизни жизни. Получается, жизнь идет, а жизни нет. Еще и появляются воспоминания, которые его угнетают. Он придумывает себе обвинения. Вокруг война. Он начинает погружаться и забывает самое важное. А ведь самое важное – это жить. Жить, и как сказал Бог в свое время, Я сказал, люди, раз вы созданы, то кайфуйте. Это и есть ваше наивысшее наслаждение. Прокайфуйте от того, что вы живете. Человек, несмотря ни на что, должен, ну он не должен, но способен. Что способен делать? Смотрите, один человек сидит, смотрит телевизор, а другой человек может сесть, расслабиться и получать радость от того, что он расслаблен. Понимаете, о чем я говорю? Один не заметит это расслабление, а другой заметит. Вот тот, кто заметит это расслабление, он акцентируется на нем и выпьет его. Это и есть та энергия, которая называется эзотерической или психической. Человек, допустим, сегодня обратилась к женщине и говорит, я, нет у меня денег, Андрей Андреевич, вообще деньги пропали, но я занимаюсь тем, что занимаюсь целительством. Я говорю, что такое энергия психическая, вы знаете? То есть мы лечим другого человека. От чего мы лечим? От того, что человек в жизни не умудряется чувствовать жизни, он не умудряется видеть жизнь, чувствовать жизнь, расширять эстетическое удовольствие, обучать себя тому, что есть не только цвета, оттенки, что в пище тоже могут быть оттенки, что музыка может быть разная, что живопись бывает, что есть чужие эмоции, что есть чужие хорошие эмоции, есть радость коммуникации, есть радости, их много, они вербальные могут быть, обнимание, забота, но можно просто заботиться, как животное за животным, а можно заботиться и заметить, и протащиться от этого. Вот этот элемент, когда человек заботится и страдает, батарейка садится, а в тот момент, когда он заметил и насладился, это добавило. И вот это все, что добавляется, это и есть тот нектар, которым другой человек лечит, приложил руки к другому человеку, передал ему то, что он накапливал в виде радости, наслаждения, чувственного компонента эстетизма, который у него было. Возможно, у него состояние получения радости от осознанности мира, от внешнего вида, от коммуникации с близкими, от вообще от чего-либо, возможно, это сужено. Сужено, возможно, до секса, или до общения с сыном, или до желания быть орденом Ленина Дружбы Красного Знамени, какой-то там замечательной женщиной или мужчиной. И после этого человек вдруг решил, что он будет заниматься целительством. И что мы исцеляем? На самом деле мы исцеляем людей тем нектаром, который появился в нашей душе и в нашем сердце. В тот момент, когда мы хоть немного чувствовали приятное от того мира, в котором мы находились. Чувствовали приятное – это секунды нашего расслабленного состояния перед телевизором. Это наши секунды приятного общения с близкими. Это наши секунды созерцания, наши секунды просыпания, когда мы осознанно ощущали это. Наши минуты или секунды, время или часы во время еды. Так вот, одной из основных задач человека, который проживает в обычной жизни – научиться находить эти секунды и накапливать то, что я называю в своей жизни и для учеников школы – психической энергии. Это искусство накопления восторга, кайфа и наслаждения, которое может привести человека к экстазу. Вы, наверное, видели, как во время шаббата и всяческих праздников, там, Пурим или Песах, или, ну, какая разница. Многие жители и верующие иудеи начинают танцевать. Вопрос, почему они танцуют? Они испытывают экстаз. Для чего им нужен этот экстаз? Экстаз человеку необходим, потому что экстаз является тем, что сделает вас и богатыми, и счастливыми, и веселыми. Уберет у вас психические заболевания, и нервные состояния, и безденежья. Друзья мои, любимые, дорогие неученики, просто дамы и господа, леди, мэры, перы. Помните о том, что для человека, несмотря ни на что, чрезвычайно важно развивать в себе компоненты эстетизма. Человеку очень важно развивать в себе возможность видеть окружающий мир, осознавать его и чувствовать. Обращая внимание не только на себя, обращая внимание не только на низменные инстинкты, а обучая себя прелестям и жанрам того, что может давать тот мир, в котором мы проживаем, если только мы начинаем это замечать. Обучайте себя видеть оттенки, слышать полутона, видеть в людях не только плохое, но и хорошее. Старайтесь в этом отношении немножечко развиваться. Нет возможности украсить, сделать и так, чтобы было чисто. Нет удобства. У каждого человека свой персональный набор тех рефлексов и тех наработанных качеств, которые могут ему создавать вот эти океаны наслаждения или океаны радости, в которых он может купаться. Что такое духовность? Духовность — это когда человек, длительное время игнорируя свое «я» или свой бесконечно транслирующий вокруг себя эгоизм, искореняя его и отрицая его, как будто вы ни при чем, вдруг окунается в колоссальный океан наслаждения, экстаза, который просто из ничего возникает. Просто так. Многие дети, за которыми я наблюдаю, имеют это качество. То есть чем отличается взрослый человек от маленького ребенка? Они умудряются находить удовольствие в игре, умудряются находить удовольствие в коммуникации, в общении, в вышивании или в копании лопаткой. Но они в этот момент делают это не механистически. Они в этот момент радуются тому, что происходит. Поэтому они смеются, хохочут. Куда подевались эти мальчики и девочки, которые в школе беззаботно хохотали, веселились, могли запросто станцевать? Вот это была энергия. Она у вас била ключом. И когда человек говорит, я молодая была, такая радостная, веселая, потом стала старая и стала такая несчастная, никому не нужная. Нет, не это произошло. Произошло то, что тогда вы видели мир. Вы в нем купались, вы хотели жить. И эта жизнь, она давала вам, и вы видели краски, вам нравилась пища, она была вкуснее, мама и папа были добрее, вокруг цветы были другими, вас интересовали бабочки. И там был один компонент, он очень был яркий, это был компонент восхищения. Мы восхищались. Ой, какая войска, ой, как приятно, ой, как красиво, ой, как... А потом стали буками. Я у ордена Ленина, дружбы Красного Знамени, он козел дурной, дурачок, все вокруг сволочи, там весь мир в опасности и так далее. Нет, это путь живет тоже своей жизнью. Но даже глядя на это, не забывайте о том, что наша-то задача жить. Да, если ты не участвуешь в мясорубке, да, если ты не участвуешь в ужасе, то ты участвуешь в ужасе, в мясорубке ты можешь участвовать какое-то время, но в жизни ты своей участвуешь постоянно. Поэтому в своей жизни нужно обращать внимание на свою жизнь. Человек болеет, когда он перестает обращать внимание на свою жизнь. Он ее не замечает. Он замечает в этой жизни только негативные проявления или какие-то проблемы, или начинает говорить там, вот они не знают, что я у ордена Ленина, или она плохая, или он там плохой и так далее. Вообще, я вам хочу дать очень хороший совет. Занимайтесь такой медитацией, при которой произносите себе. Я никто, я ни при чем. Они никто, они ни при чем. Такая медитация очень изменит ваше состояние. И начните жить. Не допускайте воспоминания, не мечтайте о будущем. Прикоснитесь к этому миру. Вы же в нем живете. Доказать прошлое возможно, потому что написав прошлое, положив бумажечку в столик, он будет доказательством того, что вы прожили жизнь. А доказать будущее невозможно, потому что, если вы напишите будущее и положите в стол, то вы его увидите уже в прошлом. Поэтому на будущее можно только надеяться. Что думать о будущем? Что мечтать о будущем? Будущее создается только путем вот этой энергии. Эта энергия счастья. Тот более счастлив, кто более видит. Тот более счастлив, кто более чувствует. Тот более счастлив, кто теплее. И это вот одна из особенностей, главных тайн в нашей жизни. Почему несчастно? Мне 63 года. Говорите себе я никто, я ни при чем. И все не важно. И начните развивать себе вот эти эстетичные элементы. Зачем во дворцах? Зачем богатых людей? Зачем люди, когда добиваются высокого положения в обществе? Для чего они не живут в общежитии? Они начинают переезжать, начинают пользоваться. Они же могли жить без картин, без ковров, без красивой мебели. Могли же, как там, допустим, где-то, как жили раньше в квартирке, там, или в общежитии, или еще где-либо. Но только у человека что-то появляется, он старается красивую вещь, красивую, на стенку что-то прицепить, там, с женой. А как обычно живут? Жена некрасивая, там, кто-то вредничает и остается только кушать, а потом диабет появляется, уже кушать нельзя, выпить, потом болезни желудка появляются, язва, потом удовольствие извращенное появляется, человек удовольствие получает от того, что он орет. Почему получает удовольствие? Я главнее, чем вы, аааа, или я умнее, а вы тупые, ааа. Ну и вот так мы видим, на самом деле все вот примитивно и банально. И выход, он известен. Это вот ключ, который я вам сегодня дал. Скажите, вам это было интересно? Деньги нужны? Развивайте эстетизм. Хотите замуж? Развивайте эстетизм. Хоть даже не эстетизм, а вот это состояние кайфа. От чего-нибудь. Сели, получили, хорошо сели. Встали, получили. От всего можно. Если человек становится на этот путь и контролирует, и замечает, то этот экстаз накапливается. И в дальнейшем с вами и хочется разговаривать, вас хочется влюбляться, с вами хочется, вас хочется любить, вам хочется давать. Мир начинает любить такого человека. А если мир любит человека, то помните, я всегда говорю, к кому течет любовь, к тому текут и деньги. Вот вам одно из открытий. Хоть оно и чрезвычайно сложное. Дай бог, чтобы хоть до кого-то дошло. Обычно так не происходит. Да, потому что мы обычно не способны. Ордена Ленина, дружба Красного Знамени, и нас это не беспокоит. Не стоит ехать в Киев, чтобы вступить в права собственности. Да. Как пройдет сделка? В вашу сторону. Прохожу третью ступень. Вопрос узнала на днях от близких, что ночью иногда зевают со звуком громко. О чем это может говорить? Заболевание. Апноя называется. Глубокое дыхание. Очень кружится голова и звон в ушах. Как вылечить? Запомните, показываю упражнение, которое необходимо делать, и оно 100% за 10 дней уберет звон в ушах и головокружение, с чем бы оно ни было связано. Кстати, выполняя такое упражнение, можно избавиться от гипертонического давления. Великолепное, но делайте его мягко. Первое, необходимо повернуть голову до упора, и после этого поднять ее как можно выше, и вот в таком положении досчитать до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сесть ровно, сделать то же самое, в правую сторону повернуться, и поднять голову вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Две минуты после этого отдохнуть и сделай так на протяжении дня 10 раз. Делайте 10, каждый день по 10-20 раз на протяжении 10 дней, шум в ушах исчезает. Будете делать чаще и подольше, исчезает быстрее. Конец. Добрый вечер, Андрей Андреевич, дякую вам за вашу працю. В мене виникло питання, я пропил амаром, чи достатньо цього, чи треба приймати. Амаром місяця достаточно, досить. Любовь Криваше. Добрый вечер, иду завтра на СНГ. Да, Люба, буду рад видеть. Зинаида Мацапура. Добрый вечер, наш Андрей Андреевич. Дякую вам, что вы є у нас. Я ныне массажист, дуже хотела бы еще займатися целительством. Чи можу я, еще у меня лучше будет выходить целительство будет у вас, Зина, получаться очень хорошо, потому что у вас врожденные очень хорошие ручки, с очень хорошей энергией, и вы тот человек, который может транслировать и может создавать вот эти вибрации вот такой радости. Главное, помните о том, что я сегодня говорю. Так, надо, сегодня мне говорили, что нужно отвечать на вопросы, которые на сайте. Илона, помогите, пожалуйста, разобраться в себе. Мы с бывшим мужем постоянно то сходимся, то расходимся. Итак, 22 года. У нас трое детей. Будет ли у нас в дальнейшем счастливая семейная жизнь? Скажите, что порекорректировать в характере и поведении нашим, чтобы нормально жить? Не хочет он не зарабатывать для семьи, не совместно строить планы, говорит, какие планы война в стране? Так что же, не жить, детей же кормить надо, одевать тупик какой-то, не знаю, что дальше делать. Сегодня я дал ответ вам. Вот этот ответ, он выглядит так. Действительно, расширяя свое восприятие окружающего мира, мы обучаем тех людей, которые рядом с нами находятся. Люди, почему я это говорю? Когда-то я думал, что можно изменить человека, внушая ему что-либо, рассказывая ему что-либо и так далее, когда он с тобой живет. Это ни к чему не приводило. Люди, которые воспитаны жить, кстати, я всегда говорю, что детей нужно воспитывать искусству, то есть ребенок должен играть на музыкальных инструментах, понимать там, что такое живопись, чувствовать особенно, то есть вот атмосфера должна быть, тепло должно быть такое. эмоции, обучать там, видеть природу или видеть, обучать наслаждению жизни. Воспитать это в человеке словами невозможно. Человек просто угрюмее и угрюмее становится. Так вот, но, когда мы сами изменяемся, то если этот человек живет с нами, он тоже изменяется. Но это всегда происходит через скандал. Почему происходит через скандал? Путь духовного возрождения и путь духовности он выглядит подобно тому, как человек поднимается в пещере с факелом по ступенькам вверх. А рядом с вами находится человек, который находится тоже рядом с факелом. И вы вот поднялись вверх, а человек остался без света. А потом, когда вернулись к нему, то обычно человек в этот момент ощущает страх и претензии, и он боится изменений, а вы его таким образом тянете. Поэтому, когда человек начинает обычно заниматься эзотерикой, духовными практиками, начинает увеличивать свой статизм, начинается у него там везение, то у него появляются неприятности в виде скандалов. Если во время этих скандалов человек, не изменяя себе, все равно теплый, добрый, недолго обижается, как бы, не обращая на это внимание, то его жизнь изменяется. И здесь вот вопрос, Андрей Андреевич, как же можно не обращать внимания, ведь я зажигаюсь, я прям зажигаюсь, я не могу, меня раздражает, я бешусь. Смотрите, когда вы вдруг в какой-то момент начинаете беситься или злиться, или вот у вас появилась эмоция, то эта эмоция, она в вашем энергетическом коконе, в ауре, эта эмоция, а эта эмоция красная, и она отталкивает. Она условно выглядит в виде направленных стрелочек, которые, как ясновидящий, может наблюдать человек в энергетической ауре, то есть это стрелочки, которые начинают идти, допустим, если обычно они идут от сердца, такие огненные стрелочки, навстречу к этому человеку, отталкивая все в окружающем мире, смотрите, как все выглядит, пошел ты, сколько можно, отстань, и так далее. Вот я угрюмый, я насмотрелся фильмов, я знаю, что война, я ненавижу Путина, я ненавижу тех, кто мешает, чтобы в этом мире появился, чтобы освободили Украину и так далее, я угрюмый. В моем энергетическом поле стрелочки, они двигаются на защиту меня, отталкивая все вокруг меня. В этот момент в мою сторону идут деньги, но я их не могу принять, то есть меня не возьмут на работу, я не найду себе применения, у меня ничего не будет. Почему? Я живу с позиции либо гавкать, либо отгавкиваться. То есть я сам себя этим загнал, но для того, чтобы принимать, нужно другое состояние, иди ко мне, иди, хорошие, иди, мои золотые, мои хорошие, добрые, теплые, пушистые, любимые, красивые, золотые, сказочные и так далее. Смотрите, все вокруг дебилы, дебилы, скоты, уроды, фашисты, эти уроды, эти уроды, а какашки, ай-яй-яй, пошел он, дебилы, уроды и так далее. Что я делаю? Стрелочки начали все от меня отталкивать. Ни работы не будет, ни мужа не будет, вообще ничего не будет. А что же делать? Нужно делать, когда вот, вернемся к теме, нужно делать, когда человек нервничает очень сильно, то нужно ощутить вот эту энергию, как будто вам хочется его оттолкнуть или долбануть, да, как некоторые говорят. В этот момент усилием воли при помощи своего сознания скажите себе мысленно, я хочу его обнимать, я хочу его обнимать. Это состояние мгновенно сломается, стрелки мгновенно начинают в вашу сторону течь. Серьезно. И если так сделать, даже можно представлять, но это для тех, у кого уже есть и сильная ментальная энергия, и уже накачанной психической энергией, и вот у человека, который начинает рядом с вами находиться, и человек там взорвался, вау, мы к нему не лезем, он нам ни к чему. Его стрелочки к нашим несутся, отталкивая нас, наши к его стрелочкам. Так вот, в этот момент происходит магия, она выглядит так. Если вы эти стрелочки изменяете, вот вы прям представляете стрелочки огненные от вас к этому человеку, маленького размера, и вы представляете, будто вы их разворачиваете, и они в вашу сторону идут, но уже не золотистые такие, а синенькие, зелененькие, разноцветные. Ну, можно и золотистыми представить. то в этот момент человек вдруг тут же за секунду вот так вот изменяет к вам отношения, и у него открывается поток любви к вам, потому что любая агрессия человека к другому человеку вызывает агрессию к этому человеку, и две энергии сталкиваются, разрушая друг друга, разрушая ауру. А если вы запускаете в тот момент, когда человек, допустим, там расстроился, он злится, или вы там очень сильно нервничаете, особенно вот человек там, вы возмутились очень сильно, напугав другого человека. Человек возмутился, он уже начинает обижаться. Если в этот момент развернуть стрелки в свою сторону, то от него начинают идти потоки любви, это делает вас богатым. Это магия такая, и молодым. А этот человек вдруг начинает вас любить. Я обычно это делаю на морских курсах, там, вот завтра я буду эти стрелочки изменять вам. То есть, вот вы живете, я буду настраивать эти стрелочки, которые идут от вашего сердца во внешний мир, то есть, вы фигачите, чтобы всех воспитать своим эгоизмом. Я разверну эти стрелочки и настрою все так, чтобы некое кольцо вокруг вас образовалось, которое будет запускать стрелочки в сторону вас. То есть, я буду делать так, чтобы настроить вас на то, чтобы в вашей жизни появилась любовь. Также вы боитесь, вы там вредничаете, вы эгоизмом болеете, вы там еще что-то делаете, дарите там что-то кому-то, обещаете, проклинаете, ненавидите. Кто же с вами жить-то захочет? Потом начинаете жить друг с другом. Некоторые люди, которые настроены на вот такое состояние, они живут так, знаете, либо нападать, либо защищаться. Вот другого нет. А если вы имеете такую силу и поменяли эти стрелочки, то вообще так приятно, знаете, все люди, с кем бы не встречался, такое ощущение, как будто человек тебе хочет дополнительно отдать, отдать, принести, помочь. Хорошо тебе говорить, хочет с тобой встречаться, всюду приглашают, каждый хочет прикоснуться и так далее. Это великолепно. Мне кажется, даже красивее становится человек в тот момент, когда такое происходит. Прямо красивее становится. Хочу купить семинар целительства. Подскажите, какую часть? Трехдневный обучающий семинар целительства. Я обещаю, что каждый человек, который пройдет мой трехдневный семинар целительства, который можно приобрести на моем сайте. Вот сегодня, завтра, послезавтра вы проходите мой семинар. Через три дня принимайте людей и становитесь лучшим целителем, который есть в вашем регионе. И к вам стоит очередь из тысячи человек. Один раз просто покажете. Там я даю уникальные методы. Вот я рассказываю. Человеку очень болит спина. Не может там поднять ногу или еще что-то там происходит. К вам приходит, вы прикладываете руки, человек встает, уходит, на следующий день приводит за собой еще сто человек. Я помню, когда я занимался целительством в Виннице и начал этим заниматься, то выглядело это так. Женщина перекрученная такая вся была вера. Она была почтальон. Она принесла мне почту, на велосипеде приехала. Я говорю, здравствуйте, у вас что, спина болит? Она, ой, так же ж болит мене спина, что я ж не можу ни зигнутося, ни выгнутося, ничего не можу. Геть, геть, так погано. Я говорю, а идемте, я вам помогу, что-то сделаю. И вот я ей там, помните, на морских курсах делаю, там, дергнул за левую руку, дергнул за правую, за голову, подулый, человек встает и говорит, надо же, ничего не болит. Ну вот, где-то то же самое с ней сделал. Она говорит, как это возможно? Она идет, я говорю, он как бы успокаивается. На следующий день она мне звонит, звонит и говорит, Андрей Андреевич, я еще раз до вас хочу, але, можно я с собой свою подругу проведу? Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Я говорю ей, конечно, Вера, приводите, так вот, она привела там человек семь. Те люди потом привели еще больше людей и вот через один месяц выглядело это следующим образом. была еще основная работа. Через месяц это выглядело следующим образом. Я из-за того, что людей было много, они приезжали в 10 утра, уезжали от моего дома в 10 вечера, я целый день принимал этих людей. Я решил сделать так, чтобы было меньше людей. И придумал такую тему, я начал говорить, что прием теперь не будет стоить 200 гривен, тогда это 10 долларов было. Будет стоить не 200 гривен, а теперь будет стоить 50 долларов. То есть, я не помню уже сумму, это было очень дорого для людей. Я думал, за счет этого останется меньше людей. Нет. Поменялись только велосипеды, поменялись на машины, жигули поменялись на джипы, а количество людей осталось тем же. То есть, я фактически изменил только аудиторию. То есть, когда я думал, что дешевле это значит больше, то я столкнулся с тем, что дешевле это значит не та аудитория. Сделав дороже, аудитория осталась, только она стала богаче. Ну вот, где-то так это произошло. Так вот, когда вы пройдете этот трехдневный семинар, вы сможете делать то же самое. Каждый человек, который хочет найти себя или реализоваться, он, пройдя мой семинар, там я даю вот самые яркие такие вещи, которые визуально или сбоку любой другой человек может расценивать как какие-то фокусы. На самом деле это имеет и глубокую философию, и глубокое понимание, и колоссальные знания, которые мной компилированы в данном вот таком семинаре. Я даю около двух тысяч методик, еще и в самом конце провожу мастер-класс, объясняя, как подходить, что делать, каким образом это работает. Даю там все методы, объясняю, как работает, почему неплохо целителю, и объясняю саму идею, что оказывается никто там ничего не забирает, никто ничего не отдает, а эффект происходит мега. Вот так приблизительно. Начало работать в интернете, но прорыва нет. Стоит ли этим заниматься или лучше сменить направление? Лучше сменить. Будет ли у меня встреча, разговор с Андреем? Будет. Скажите, будет ли завтрашняя СНГ, я 78 работаю в записи? На мою дочь напали собаки, но слава богу не укусили. Теперь у нее жуткий страх собак, даже маленьких. Ее прям трусит, когда она видит. Пожалуйста, помогите, как это можно убрать. Напишите в Телеграм, я уберу. А, сейчас уберу. Итак, пусть девочка, которая боится собак, проявится. И делаю так. Махом хрио, махом хрио, махом хрио. Отсюда, 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 отсюда. И все. Теперь на 365 дней бояться не будет, а потом забудет. Людмила Н. Живу с мужчиной, замуж не зовет. Как сложно, у меня отношения с ним. Не позовет замуж. Чертяка. Идите завтра на Сангая моё. Так, кто еще не на моем Сангая? Скажите мне. А ну-ка, срочно на Сангая мои. А ну-ка, срочно. Сегодня я смотрел, нечаянно попалось видео в Facebook. Многие люди выбирают слово эзотерика, допустим, а я занимаюсь профессиональным продвижением своего YouTube-канала по слову эзотерика. Ну и получается так, что люди, которые пользуются поиском ключевых слов, выбирая малорелевантные слова, там попадается дуйко. И потом, допустим, человек там вбивает дуйко, и я периодически это делаю, чтобы смотреть, где там мои ролики, и я вижу, кто использует мои хэштеги. Ну и увидел человека, сидит человек, при этом человек, употребляющий наркотики, взрослый человек, очень плохо себя чувствующим, сумасшедшим, сумасшедшим просто эгоизмом, и сумасшедшим просто болезнью предстательной железы и сосудов ног. И при этом мат через мат, эзотерики, долбанутые, все кретины и так далее. Материца, на чем свет стоит. Так вот, когда люди начинают так делать, то я знаю, почему это происходит. Дело в том, что вся особенность познания человека заключается в том, что он для того, чтобы человек, что обычно ругает человек? Человек ругает то, что он не понимает. И когда человек не понимает, он это начинает ругать. Допустим, допустим, вспомню свою жизнь. Я ездил на Олимпиады, которые на Олимпиады, по математике. А отец у меня был трактористом в селе. И я поехал на Олимпиаду по математике и дома начал там. Это меня вдохновило, я решал эти задачки, я уже не помню какие-то. Вот мне очень нравилось там. И он меня очень отругал. Он теплый, добрый человек был, но очень отругал, что это такое, кому это нужно, лучше вот разбери мотоцикл и собери мотоцикл. Вот где-то такой был разговор. Это математика, ее ни к чему не приложишь. И что? Ты что математиком хочешь быть? И что вот она тебе даст, эта математика? Зачем оно тебе нужно? Это какая-то чепуха. Да все математики несчастные, бедные, нищие. Ужас. Я бы не хотел, чтобы ты был математиком. Он был старшим, и я ему и поверил. Ты должен быть настоящим мужчиной. Ты должен... Но он же со своей... А почему его пугали математики? Дело в том, чтобы понимать математику, нужно ее изучать. А чтобы говорить эзотерику, необходимо ее изучать. Для того, чтобы... Вот знаете, как медицинские работники часто говорят. Мы ненавидим гомеопатов, или мы плохо относимся к нутрицептике, или мы плохо относимся к БАДам, или мы плохо относимся к чему они могут... А мы плохо относимся к акупунктуре, мы плохо относимся к йоге, к аюрведе и так далее. Вот только оперативно нужно удалить, или вот только антибиотиками полечить, есть протоколы лечебные, только так можно улечить человека. И они говорят, что они уроды, их вообще надо садить, убивать, уничтожать, как обычно. Они не доктора, они всем врут, мы только доктора, мы только вылечиваем и так далее. Хотя это тоже неправда. Ну и с чем это связано? Дело в том, что они боятся. Они боятся неизведанного. И их мысли связаны только со знанием того, что они умеют делать. Почему я человек, имеющий высшее медицинское образование, начал изучать акупунктуру, йогу, аюрведу, тибетскую медицину, свод науки лечебный, читал и там, ну что угодно. Знаете, у меня колоссальная библиотека, она вот передо мной находится, она из десяток тысяч книг. Я сейчас в кабинете, где эти книги лежат. И я могу сказать, что когда ты начинаешь в это все погружаться, и даже начинаешь потом это все пробовать, ты начинаешь понимать, что они, эти знания, не поверхностные. Они глубокие, имеют свою историю, имеют свои подтверждения, свои недочеты. Но бояться их не стоит, а может быть их нужно исследовать и наоборот рассматривать еще и с этой позиции медицину. Вы представляете, каким был бы медицинский работник, если бы он мог применять не только, допустим, диагностику по МРТ, еще и диагностику по пульсу, по внешнему виду. Мог бы подобрать диету, рассказать, какие не только препараты, а травы попринимать. Куда понадавливать или там, что понажимать. Поставил бы иголки человеку, сделал бы профессиональный массаж, дал бы рекомендации по сну. Дал бы рекомендации не только по неврологии, а дал бы рекомендации по психиатрии, как психолог мог бы отработать с человеком и так далее. Это был бы нереальный специалист. И скажите, это могло бы использоваться и быть такой врач мог бы иметь популярность? Несомненно. Несомненно. Так вот, те люди, допустим, вот гипнолог этот человек, он говорил там, шизотерика, шизотерика и так далее. Так вот, если говорить о чем-то, нужно в это нырнуть. Нужно нырнуть, прикоснуться, понять. Опять-таки, на сегодняшний день этим словом называют все, что не видно. И, конечно, есть люди, которые этим пользуются. То есть, есть люди, которые пользуются тем, что они впаривают дичь, как говорят в интернете. Есть люди, которые ведут, как Александр, не помню его фамилию, ведут некое направление. То есть, только это может называться предморгиальное называется. И вот читают, только этой моргиальной эзотерикой можно заниматься и так далее. Я когда вообще организовал свою систему, то я опирался на идею такую, почему одним людям везет и почему другим не везет. Далее, я когда-то болел онкологическим заболеванием, у меня там были боли очень сильные. Особенно там в ноге, почему до сих пор, не знаю. Ну, сейчас я уже понимаю, почему. Я приехал к одной женщине, которая была в селе, который называется Восход. И там в Крымской области, в Красногвардейском районе или в Джанкойском районе. Марина, по-моему. И я вот к ней приехал, она говорит, она вот так прямо сходу на меня посмотрела, говорит, у тебя болит нога. Я говорю, у меня так нога болит, я еле хожу. Она говорит, ну садись. И вот она взяла меня, снимай носок. Я снял носок, она взяла меня вот так за палец и просто вот так сделала одно движение назад. И говорит, сейчас болит. Я на нее смотрю, мой мозг, который обучали медицине, знает, что так не может быть. А тело говорит, нифига, тебе могло. И я в таком шоке, я говорю, у меня не болит. Я говорю ей, не понимаю, что я, наверное, этим очень обидела. Я говорю, но оно заболит завтра. Она говорит, если заболит, приезжай, я еще раз делаю. Я говорю, а что вы сделали? Она говорит, бесов забрала. Я говорю, то есть, нет, каких бесов? Каких бесов? Ужас, каких бесов? Она говорит, надо верить больше. Вообще покаяться, попоститься, покаяться. Батюшке, сходи, причастись, покайся в грехах всех своих. И вот, все, все. Мне без этого, мне просто можно еще раз дернуть, завтра приеду. Но не пришлось завтра ехать, оно не болело. И вот по сей день не болит. Вот что она там сделала? Я знаю, что сделала. Я сам умею сейчас так делать. Но вот в сам момент, понимаете, в сам момент. И мне очень сложно было, как человеку, который имеет аналитический склад ума, который не привык доверять любым людям, мне очень сложно было начинать погружение в это все. Прям очень сложно. И пришлось объединять между собой. Почему объединять? Дело в том, что так много написано всего, с огромным количеством примеров, огромное количество литературы. Ее чрезвычайно сложно применять. Потому что она в большом количестве, я понимаю, что человеку хочется там почитать, еще и отдохнуть, что человек сам по себе является еще и человеком, которые вместили еще огромное количество информации, которым получал там в училище, в техникуме, в школе, на заводе. Или там в институтах, в консерваториях, ну и так далее. Там у каждого есть за плечами еще и собственные выводы, там собственные познания, самые различные. И туда не все может заходить и так далее. И, конечно, когда ты начинаешь что-то изучать, вот припекло, злишься и злишься. И думаешь, ну вот может какой-нибудь психолог мне объяснить, почему он злится или почему я. Ну и человек начинает поиск. И ищет самые популярные книги, начинает там нечаянно, вот что ему попадет. Ницше попадет, станет агрессивный, безумный, но будет, допустим, мотивированный. Как Ницше говорил, что слабость это порог и презрение. Человек должен быть сильным, добиваться, как олимпийский чемпион. А если ему юнг, то тогда он начнет разделять людей и думать о том, что это мои там анальные ощущения развития. Или мои уже там высокоморальные ощущения, что все откроется там в подсознании и так далее. Если он юнга прочитает, начнет ковыряться в невербальном, в подсознательном, искать ответы в снах и так далее. Если там Александера начнет гимнастику делать, дышать, направлять воздух и так далее. Но все это, когда ты это все берешь, там есть инструменты и в этом большом количестве выделить какие-то инструменты сложно. Вот для того, чтобы стать везучим, нужно понимать саму структуру и для чего человек создан, и почему у этого человека появляется везение, почему везет, почему болезни. И мне хотелось, чтобы это была очень складная информация и такая информация, которую просто один раз знаешь и потом где ее пользуешься. А если необходим инструмент, то он настолько должен быть простым, который вот будет как у Ури ключик. Нечтением. Конечно, может ли человек измениться, если он будет читать мантры или молиться? Конечно, да. Богу молиться? Конечно, да. Но долго будут эти изменения происходить. Ну а жизнь же она не длинная, а хочется на вчера. И вот это на вчера, оно требует от нас, ну чего-то более, нам не хватает времени на то, чтобы еще и вот это делать. Нам надо какой-то новый формат, новая оболочка, новый Windows, новый Macintosh. И после этого вот то, что я создал, я называю перепрошивкой. Она связана с тремя компонентами. Это магия, философия и психология. Вот я это условно назвал эзотерической школой Кайлас. Но могу сказать, что вот наверняка слово эзотерика можно выбросить. Почему? Ну, я не занимаюсь эзотерикой. То, что я преподаю, сложно назвать эзотерикой. А что это? Это, наверное, какая-то программа, я ее называю программа становления счастливого человека. Инструкция к эксплуатации своей души. Ну, как угодно это можно называть, но это точно не эзотерика в том виде, в котором есть. Почему? Эзотерика, оккультизм, это очень узко. Очень узко. Психология тоже. Много инструментов там, много инструментов. Но есть инструменты, которые можно вспоминать. А многие просто, знаете, что делают? Допустим, вот Виктор Ковалев, Виктор Сергеевич Ковалев. Он говорит, что он занимается нейролингвистическим программированием. На самом деле, если слушать его, читать и использовать его методы, то оказывается, что это, в общем-то, и не нейролингвистическое программирование, а самое, что ни на есть эзотерика. Это наполнение себя светом, медитация в темноте тоже и так далее, динамические медитации. То есть, все это компиляция, в том числе и древних, наверное, и трансовых, в том числе, методов и так далее, переработанная и, в общем-то, авторство заключается в том, что поданная последовательно, создавая определенный скелет, который потом можно использовать в ходе своей жизни или в ходе каких-либо исполнения каких-либо задач. Ладно, отвечаю на вопросы, осталось чуть-чуть. Добрый вечер, скажите, будь ласка, как правильно заработать алтарь, как его зарядить? Можно его ставить в спальне? Милая моя Оксана Мельник, все эти вопросы на обновленной первой ступени. Берете обновленную первую ступень, покупаете, проходите. Все об алтаре я там рассказываю. Если можно, не сочтите за наглость. Пожалуйста, направьте в нужное направление. Есть у меня мужчина, я его жду. Но недавно так получилось, что познакомилась с Юрием. Ах ты. И теперь кажется, что с ним мне легче. С кем остаться? С тем, которым живете, оставайтесь. Жизнь будет лучше. Как выбрать себе правильно мужчину? Скажу, такие глупости, но они очень честные. Я в том, что когда мужчине очень нравится женщина, то он в постели с ней не мега офигенный. Если женщина не нравится, то он в постели с ней будет хороший. Почему? Потому что когда женщина нравится визуальным мужчине, ему нравятся ручки, ножки, то это все воздушит до этого до непреодолимых состояний. Ему достаточно прикоснуться к ней, чтобы испытать оргазм. Ну и обычно в постели такой мужчина, видя такую красивую женщину, он там быстренько оп-оп и все знает. А если женщина не нравится, если он с ней не собирается, то может быть секс нереальный. Он может там сутками длиться. И женщине обычно это очень нравится. Он думает, почему женщина кричит в постели? Она хочет, чтобы весь мир знал, какая она красивая и как ее любит этот мужчина. А мужчина нет. Он наоборот, тихонечко, чтобы потом убежать. Ну и получается, женщина обычно влюбляется в тех, кто с ними активнее спит. Совершает в этом ошибку. Наоборот, с кем не особо, кто больше любит. С кем, если мужчина с вами получил оргазм пять раз за вечер, то он вас очень любит. Но быстро. А если там два раза, но пилил целую ночь, то не особо. Принесет ли мне успех в карьере, личной жизни, переезд во Францию в этом году? Нет, не принесет. Будете разочарованы. Оксана Мельник. Доброго вечера. Скажите, будь ласка, я правильно вит повив. Скажите, пожалуйста, вы будете в этом году проводить какие-то обряды? Скоро война закончится. Когда война закончится, начну проводить обряды. Сейчас, когда люди умирают, открыта калачакра тантра. Ворота открыты. Закрыть их невозможно. Их создали. Такой вихрь, который заставляет там двигаться. Этой энергии. Для того, чтобы война закончится, перестанут в большом количестве люди умирать. И тогда можно будет проводить обряды. Если сейчас проводить такие обряды, вот завтра я буду проводить, но они не деструктивные, то и немного будет людей. А если провожу я обряды, то обычно очень много людей участвует. И это создает такой резонанс энергетический. Сейчас это опасно, потому что может быть обострение количества людей, которые могут от этого умереть, пострадать и так далее. Это как кровь пустит. Здравствуйте. Что пропить СТФ, чтобы перестали ежедневно, годами шелушиться губы? Возьмите себе два препарата. Чай Панкресорб и чай Гастронорм. Заваривайте по два пакета одного и другого на два стакана воды. Пейте один стакан два раза в день. Один месяц пропьете, губы перестанут шелушить. Губы шелушатся. Это первые признаки заболевания, которые называются эзофагиальный рефлюкс. Заболевание желудочно-кишечной системы. И шелушатся от того, что постоянно происходит закисление слюной. Закисление слюны. Человек облизывает губы. Они от этого отрезкаются, потому что им совершенно для слизистой оболочки не подходит кислая среда. От кислой среды белок, как известно, из которого состоит слизистая оболочка, начинает расщепляться, расслаиваться. Вот возьмите мясо и залейте уксус. Что будет? А там соляная кислота. Что будет происходить? Будет происходить расщепление белка. Мы шашлыки делаем. Видели? То же самое с губами. Если слюна у человека кислая, хотя бы немножко, то появляются в дальнейшем проблемы с губами. Что необходимо делать? Необходимо не защелачивать, а необходимо пропить длительное время такой чаек, который устранит все эти проблемы. Их, как известно, может быть много. Может быть гастроэзофагиальный рефлюкс, эзофагиальный рефлюкс, может быть язвенное заболевание желудка или кривизны желудка, может быть грыжа, диафрагма желудка, может быть панкреатит, может быть закрытый желчный пузырь, дискинезия желчных протоков, гастрит, энтерит, воспаление какие-либо там, дисбактериоз. Если делать практику намасте, для восстановления мозга не себе, а над головой другого человека, будет помогать ему? Нет, не будет. Дай Бог здоровья, Андрій Андреевич. Мои діти разом з мамою на початку війни виехали з України за кордон. Нині вони тинтисьово проживають в Німеччині та навчаються у школі у місті Золінген. Чи все в них буде добре? Да, коли вони повернутся до України. Женна, наступний рік буде разом. Доброго вечера. Скажіть, будь ласка, як правильно зароби... А, шо ж этот алтарь. Великолепно выглядеть. О, спосиба. Светлана Кравыч. Скажіть, получится ли мне найти новую работу? Потеряла в связи с войной. Мне уже 55. Да, найдете новую работу. Любовь Кривошира. Подскажіть, пожалуйста, просто завтра подписываю договор в 11.30. Стоит, связано с криптой. Люба, я тебе, как к своей подруге говорю, тебе не нужно этим заниматься, ты деньги на этом не заработаешь. Снова ты садишься в лужу с ерундой. Правда, не заработаешь. Снова тебя там разводят. Надя, Надя, мені важко похудати, треба допоможіть бія декілька разів, починала ту діету, і ніяк не можу дотримуватися правил. Що порадуєте? Купите мелатонин в аптеке. Есть такая пищевая добавка мелатонин. Она создает дофанин. І начните принимать 3-4 таблетки перед сном. Через неделю почувствуете, что вам не хочеться вечером кушать. Через пару месяцев откажетесь от приема в ночное время еды. Вообще, при применении мелатонина человек со временем уже не может кушать много еды. Почему? Потому что мозг и так испытывает состояние радости. Эзотерика с Андреем Дуйко. Я рад, что все мы были вместе сегодня. Очень был рад с вами пообщаться. Надеюсь, мой вебинар понравился вам. А для того, чтобы участвовать в дальнейшем во всех моих вебинарах, обязательно подпишитесь на мой канал. А после окончания данного видео, если оно вам понравилось, напишите свой комментарий, в котором опишите, как же на вас в действительности подействовала эзотерика. И тут мое обращение. Дело в том, что я выхожу специально онлайн и стараюсь общаться с людьми. Для чего я это делаю? Я занимаюсь той деятельностью, которой занимаюсь 11 лет. Я считаю, что в случае, если человеку не помогло, не понравилось, если я забираю у этого человека деньги, если я негодяй, если я какой-либо плохой человек, то во время вот такой коммуникации, когда я не могу запретить вам писать комментарий в чате, его можно просмотреть, а также не контролирую и не модерирую комментарии к видео. Поэтому вы можете написать со своей стороны все, что хотите. Если вы считаете, что я какашка, напишите Дуйко, какашка, мы тебя ненавидим. Если вы считаете, что эзотерика моей школы помогла, напишите, она мне помогла, жизнь изменилась там от и до. Если вы считаете, что вам я помог как целитель, напишите, как это произошло. Для чего? Возможно, это изменит, возможно, у кого-то восприятие в целом той деятельности, которой я занимаюсь, ну и, наверное, того, о чем я говорю. Потому что поверхностное восприятие, оно очень часто лживо, и людей это запутывает. И будет понятно им, и будет понятно, возможно, что это либо опасно, либо безопасно, зависит от того, что вы напишите. Ну и будет, в общем-то, коммуникация с тем миром, который находится. И тут вопрос, а оно вам надо? Здесь ответ такой. Каждый человек заслуживает свою карму и ставит плюсики в карму. Вот смотрите, мне что-то скажете, вам что-то скажут. Вы что-то и вам что-то. Помните, один из законов мироздания, который звучит так, действие... Третий закон Ньютона. Действие F равняется противодействию, минус F. Ну вот так же мы и живем, знаете. Поэтому делайте добро, получайте добро. Делайте что-то, получайте то же самое. Ну и еще раз до свидания. Будьте здоровы. Конец. Также еще раз приглашаю вас на завтрашний Сангая номер 78. Во время того, когда закончится вебинар, вы можете перейти на мой официальный сайт duiko.guru. Он будет указан к описанию в этом видео. Здесь есть и указан телеграм-канал, и подобная информация о мне и моей школе. Внести донат и подписаться на мои новости. Ну вот перейдем, допустим, подробная информация о моей школе. Переходим здесь ссылкой. Здесь есть начать обучение. Нажимаем начать обучение и переходим на сайт. Здесь каталог семинаров. А, не нужен каталог семинаров. Вот здесь прямо сверху написано «Сангая 78». Нажимаем на него. Переходим на «Сангая 78». И с успехом покупаем «Сангая». Очень много информации, которая связана с тем, почему женщина не может выйти замуж. А также более 12 обрядов, которые я проведу с вами для того, чтобы в дальнейшем изменить эту ситуацию и помочь вам в дальнейшем быть с мужчиной, за мужчиной, за мужем, с детьми и быть любимой, наконец-то, мужчиной или женщиной. Можно будет проходить данный обряд и семейным, и несемейным. И если вы уже замуж, будет тоже полезно. Еще раз до свидания. Хорошего вечера. Продолжение следует...